Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Досмотрите видео до конца, я обязательно покажу новости, на которых можно заработать. Вот, а сейчас посмотрим терминал MetaTrader, я покажу тебе сигналы, которые считаю актуальными на этой неделе. Вот, что касается евро-доллара, находится он в консолидации, и вообще много активов на этой неделе находится в таких консолидациях треугольных. Значит, в районе, сейчас мы отбились от нижней границы, сформировали линию поддержки, и если цена пойдет вверх к уровню сопротивления, то в районе 1.17.29 можно будет выставлять ордера на продажу. Доллар-канадис находится в похожей фигуре. Движемся к линии нижней, к линии поддержки, если дойдем до нее в районе 1.25.47 можно будет покупать, и в районе 1.28.68 можно будет продавать, если двинемся наверх к зоне сопротивления. Что касается евро-фунта, здесь наиболее выраженная только на коротком таймфрейме M30 линия сопротивления, поэтому если вернемся обратно, возникнет сигнал на продажу от уровня 0.85.64. Доллар-франк в красивой треугольной конфигурации. Движемся вниз, если дойдем до линии сопротивления в районе 0.92.35 можно будет покупать, и в районе 0.92.81 можно будет продавать. Британский фунт стерлингов сформировал зону сопротивления. Если сейчас будем к ней двигаться наверх, то покупать пока что не стоит. Почему тут, несмотря на то, что это зона сопротивления, я рассказываю на своих курсах, смотрите по ссылке на моем канале. А если двинемся вниз, то зона поддержки нас в принципе ждет от уровня 1.36.70 можно будет покупать. Ну и два невалютных актива, то есть нефть, смотрите, на D1, да, на недельном графике, что хотел сказать, нефть и движется, то есть в долгосрочном восходящем тренде. Приближаемся к линии сопротивления 86.87. Вполне возможно от нее будет хороший отскок вниз, возможно с хорошим ложным пробоем, но все же. И хотя этот, скажем так, уровень, он не достаточно сильный, потому что нет двух максимумов, на которые может было опираться только один, но тем не менее. И посмотрим на H4, видим, что актив движется такими ступеньками, консолидация, прорыв, консолидация, прорыв. Вполне возможно, если будет откат вниз, то в зоне U75.50 можем ожидать рост, поэтому ставим сделки на покупки. Ну и что касается золота, да, еще по нефти хотел сказать, что вот на недельном графике, да, мы видим, помимо того, что цена движется вверх, и у нас есть слабый уровень поддержки, ой, сопротивления. Но если у нас будет сигнал по стахастику, да, вот мы видим здесь вот линия сигнальной уже перешла границу 80. Кстати, подробнее об этом, о работе с этим индикатором стахастик-осциллятор я рассказываю на своем канале, то если у нас здесь вагонитный сигнал на продажу на стахастике, то это усилит вот эту слабую линию сопротивления и даст нам хороший сигнал на продажу. Ну и, наконец, золото также сформировало нижнюю границу поддержки, но пока что здесь покупать не стоит, лучше дождаться, когда цена дойдет наверх. И от линии сопротивления, это в зоне 1808, можно будет ставить ордера на продажу. Вот такие рекомендации по терминалу. Теперь посмотрим экономический календарь. В понедельник-вторник никаких особых новостей я не вижу, за исключением выступлений главы ФРС. В среду также будет несколько выступлений, но я не думаю, что это сильно повлияет на волатильность. А вот в четверг будет ВВП по Британии, хотя новости фактически, ну, прошлые фактически от прогнозируемых особо не отличаются. Тем не менее, стоит к этому присмотреться. А также интересно то, что на этой неделе, по идее, в пятницу должен быть нонфарм, но я его не вижу в календаре. Возможно, он будет перенесен на следующую неделю. Но в четверг будет той же тематики новость, число первичных заявок на получение пособий по безработице по США. Поэтому возможно, что именно вот этот актив, вот этой волатильности перенесется на четверг, на эту новость. Вот поэтому будьте внимательны, возможно, вот здесь будет хорошая волатильность и возможность заработать. А также в пятницу по канадскому доллару будет ВВП с изменениями, как мы видим, достаточно контрастными. Вот такие рекомендации. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если было интересно. Всем желаю успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.